Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» — на «Финам.ФМ». Для лиц старше 16 лет. Доброе утро, друзья! Мы начинаем программу «Рунет сегодня» от 18 ноября 2019 года. Мы звучим на 99,6 в Москве, либо онлайн на финам.фм. Напомню, что как обычно мы отобрали для вас шесть главных событий глобальной сети «Рунета», то есть сегменты этой глобальной сети русского пространства, и попытались собрать и поставить их таким образом, чтобы они были интересны, оставить акценты в них должным образом для того, чтобы представить для вас картинку состоявшейся онлайн-недели, если можно так сказать, с комментариями экспертов. Напомню, что в студии ведущей программы — это я, гендиректор Центра «Нотология» Максим Спиридонов, и также эксперты этого выпуска, который сейчас представлю. Василий Черный, генеральный директор проекта «Миллион Эджент». Приветствую, Василий! Добрый день! И Денис Кучумов, руководитель рекламной системы ADV Action, правильно? Advection. Advection. Можно короче. Хорошо. Без аббревиатур. Коллеги, значит, для вас и для наших слушателей вкратце представлю главные события, которые мы обсудим подробно. Напомню, что шесть событий всего, три из них обсуждаем основательно, и три в экспресс-режиме просто для того, чтобы коснуться. Они тоже интересны, однако три, которые сейчас просят в анонсе, нам показались более достойны обсуждений. Итак, вот что главное прозвучит сегодня. Поговорим о решении Минкомсвязи передать Почте России полномочия по созданию информационной системы ЖКХ. Также речь пойдет в этом блоке о планах Министерства связи на развитие отрасли высокой технологии на ближайшие годы. Далее поговорим о мессенджере Facebook, который существенно обновился и значительно изменил свой функционал. К чему это приведет? Как повлияет на рынок? Станет ли мессенджер от крупнейшего в мире соцсети, например, самостоятельным продуктом Марка Цукерберга? Как это отчасти случается с мессенджером от создателя ВКонтакте? Ну и далее, в завершении выпуска, поговорим о перезапуске Яндекс.Карт. Попробуем определить, какую сторону движется этот сервис. Сможет ли он на равных конкурировать с другими крупными картографическими СРСами в мировом масштабе? Это главное, о чем пойдет речь сегодня, а сейчас, как обещал, экспресс-обсуждение. Первая новость. Компания Fischer Rambler Soup заявила об окончании формирования руководства. Пост финансовой директор организации занял Андрей Соломенник, операционным директором стал Дмитрий Малов, а пост директора по продуктам достался Стенгенриму Арнасону. Конечно, эти события могут показаться мелковато, однако мы взяли новость как повод вспомнить об объединенной компании о довольно масштабном формировании, которая строилась степ-бай-степ последние месяцы на наших глазах, стоящая из большого количества проектов, известных Рунете. У них огромные перемены случились. Что там происходит? Вообще вы знаете? Может, какие-то есть инсайды? Василий? Нет, у меня инсайдов нет, но невозможно как бы остаться равнодушным, потому что происходит. Я бы так это прокомментировал. Глядя на мир, нельзя не удивляться. Вот я комментирую все новости, касающиеся об объединенной компании. Ну, я сегодня буду стараться быть оптимистом и поддерживать новости как бы в положительном варианте развития событий. Мне казалось, что предыдущее руководство Рамблера, мы все их и знаем, это там Николай Малибок, Дмитрий Степанов, Екатерина Круглова, молодцы в том смысле, что еще прошлой осенью смогли все-таки сформулировать какую-то стратегию, попытаться сформулировать, по-моему, сформулировали достаточно удачную стратегию и потенциальную развитие Рамблера. Это все-таки была стратегия такого медиа-навигатора, медиа-агрегатора. Это была стратегия признания очевидности, потому что как поисковая система, которая была в ядре Рамблера, она уже не состоялась, и нужно было просто в это признать. Да, это правда, но надо было не только это признать и закрыть это направление, но и придумать новое. Они придумали. Они сделали перезапуск, который как бы давал надежды. Я думаю, что, собственно, смира руководства никаким образом не связана с тем, что эта стратегия кем-либо была признана неудачной. Она исключительно была связана с объединением активов, и, соответственно, новые люди, которые теперь на два года стали ответственными, Мамут и команды, за то, что будет с Рамблером, они просто как бы сминируют руководство по понятным для себя причинам. Это никак не связано с стратегией. В связи с этим достаточно интересно понять, какая же нынче будет стратегия. И будет ли продолжена та идея, которая была сформулирована год назад, или будет какая-то новая. Я за эти полгода ничего такого открытого на эту тему не слышал. Я надеюсь, что стратегия, которая была тогда вырублена, она на самом деле продолжится. И эти люди, которые пришли, они все-таки как бы воспримут, не станут перечеркивать то, что было, а продолжат путь вперед. Я знаю из всех людей, которые сейчас возглавили Рамблер, только главного человека, Петра Захарова. Знаю почти 20 лет. Это очень достойный человек. Вернувшись в Россию, думаю, много лет уже проживший за рубежом, работающий на Apple во Франции и в Англии, думаю, что он вернулся с амбициями. Я ему пожелаю удачи. Несомненно, извиняюсь, что прерву, Денис, они слишком долго запрягают. В апреле прошло объединение, и до сих пор еще формируют, что-то переставляют, а каких-то больших шагов, ходов конем незаметно. Рамблер вообще последние годы похож на компанию, которая постоянно что-то перестраивает, непонятно зачем. При этом достаточно хорошие активовые наработки выбрасывает в мусор, срезая косты. Если смотреть на конкурентов, если смотреть на западный рынок, часть из наработок, которые действительно могли бы вытащить компанию в какое-то новое направление, сказать, что это были бы инновации и не стоили таких мега денег, они почему-то заброшены. Ну, а все медиа активности, я уж не эксперт в этой области. Ты, так скажу, коротко, что перейти дальше к следующей новости. Ты веришь, что объединенная компания Рамблер Афиша Суп займет какую-то серьезную нишу и станет конкурировать, что могло бы по аудитории уже с крупнейшими холдингами, с Mail.ru, с Яндексом, ну, может быть, РБК, хотя с РБК, наверное, уже она вполне себе конкурирует. Да нет, я думаю, вряд ли. Эта история опять пойдет про трансформацию на очередном витке. Едем дальше. Как шутили, Мессенджер, Снэпчат, отверг предложение Фейсбук и Гугла покупки за 3 миллиарда и 4 миллиарда, соответственно, и вот как, хотелось бы сказать, как шутили наблюдатели, Фейсбук предложил за Снэпчат 3 Инстаграма, однако этого казалось мало. Слышали об этом, да? Да. Вот есть ли предмет для разговора, не пузырь ли это снова, когда за, в общем-то, незарабатывающие приложения, небольшой продукт дают такие огромные деньги, 3 миллиарда, 4 миллиарда, и они отказываются? Василий. Ну, я думаю, я думаю, что это какая-то история скорее информационная, чем по делу, да? То есть, мне кажется, что Снэпчат должен был согласиться, конечно. То есть, мы понимаем, что волна новых вот этих мессенджеров, которые, по сути, по своей, мобильные изначально, а не переделанные под мобильную коммуникацию, которые направлены на молодежь, и, например, Снэпчат, Снэпчат, собственно, и сделан молодежью для себя же, да? Сделан молодежью для молодежи. Для молодежи, да. Если коротко, для тех, кто нас слушает и не знает, что это такое, объясню, что мессенджер позволяет обмениваться фотографиями, прежде всего, с какими-то комментариями, и главная суть в том, что фотографии уничтожаются, фотографии или видео, после того, сколько отправляются через заданное время. Ну, кстати, да, тут приходит, всплывает из памяти эта история с полироидом, который когда-то бурно рванул на теме интимной фотографии, и цифровые камеры отчасти изначально на этом рванули. То есть я уж там не знаю, чем молодежь обменивается. Тем же самым, секс двигатель прогресса. Я знаю, Василий, просто мало времени, поэтому будем идти дальше. Значит, Снэпчат, который не продался, правильно, неправильно, как ты считаешь, Денис, вообще, что думаешь по этому поводу? Я думаю, что правильно. У них все-таки инвест-стратегии у многих на Западе разработаны сильно лучше, чем у нас. Сейчас они выйдут на критический объем роста аудитории и в этот момент продадутся по максимуму. Тем более, если посмотреть вовлеченность, там очень хорошая, и посмотреть на стратегию Фейсбука в мобильной среде, понятно будет, что прирастут они сильно быстро, если они прикупят эту компанию, а аудиторные показатели на Западе сильно больше ценятся, чем денежные. А Snapchat сегодня как невеста на выдании, одна из немногих таких вот богатых, которая может стоять и говорить, я еще подожду, подождите, я сейчас подрасту в деньгах или там в объемах, может подрастить невеста. Как бы прыщами не пойти. И вы ко мне снова придете. Да, прыщами можно пойти, это правда, действительно, и в конце концов может найти более интересная невеста. Едем дальше. Последняя новость, которую обсудим совсем коротко. Россия будет создана Федеральная служба по надзору за авторскими правами, которую возглавит Никита Михалков. По сообщению газеты ведомости проект соответствующего указа уже внесен в правительство. Похоже, вопрос авторского права, коллеги, связанного с ним пиратства в интернете, все больше занимается планетная власть. Это снова сигнал. Не находишь, Денис? Ну, возможно, это сигнал. По крайней мере, я вижу, как рынок сам интернета саморегулируется. Мелкие игроки достаточно жестко почувствовали нововведение с этого года. И объем трафика у них сильно упал. При этом у действующих онлайн-кинотеатров легальных появилась надежда, что они начнут зарабатывать. Вообще, появилась надежда на бизнес. Пора заканчивать сожалению, коллеги, обсуждение. Мы перейдем к главным событиям онлайн-недели. Через несколько минут после выпуска новостей будем снова с вами. Программа Рунет сегодня совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология ведущий программы генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова Рунет сегодня. Программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте Рунет сегодня каждый понедельник в 11.05 на Финам.ФМ 99,6 в Москве для лиц старше 16 лет. Снова доброе утро, друзья. Мы продолжаем Рунет сегодня. Программа от 18 ноября 2019 года. Рассказываем о главных событиях Рунета, глобальной сети, всем том, что становится, как я иногда говорю, из-за еще недавнего далекого будущего нашим реальным, совершенно осязаемым, настоящим. Меня зовут Максим Спиридонов и эксперт этого выпуска. Денис Кучумов, руководитель экзаменной системы Advection и Василий Черный, гендиректор проекта Million Agents. Коллеги, перед обсуждением следующей новости вопрос. Удовлетворены ли вы темпами и качеством развития электронного правительства, ну и электронных услуг для граждан в Российской Федерации? Денис. Да, удовлетворен. Я недавно попробовал записать ребенка в школу, оказалось, это просто супер. Это возможно? Это не просто возможно, это действительно стало удобно и по обратной связи я был в шоке, что через 10 дней мне позвонили и пригласили. Я не стоял никаких очередях, все прошло быстро, а уж история, когда стало возможно записывать всевозможные секции и прочие без общей толкотни, ну для меня казалось открытием, что я живу не в России, а где-то за рубежом, потому что ну это реально работает. И выглянул в окно не Сингапур или я. Да. Василий, твое мнение? Я присоединяюсь полностью, то есть мы... Какое у нас единодушие, надо же. Хорошо, я буду оппонировать. Хорошо, то есть мы как бы уже не только ругаем все, что делается в этой области, но уже приблизительно как год все хвалят. Ну не все, понятно, там разное все бывает, но в целом народ повернулся лицом и в общем готов поддерживать эти инициативы и дальше. А правительство стоит в это время лицом к народу, который повернулся к, ну собственно, к электронному правительству. Не, ну электронная правительство тема настолько большая, сейчас мы говорим хотя бы, Денис затронул тему портала госуслуг, вот он в какой-то части стал эффективно работать. Да, недавно объявили о том, что все услуги, которые там оказались невострированы, будут там ликвидированы, что опять же правда, правильно, что говорит о нормальном оптимальном подходе, а то, что оказалось в острове, будет расширяться. Мне кажется, это хорошо. И Ростелеком, который вывел в онлайн оплату ЖКХ еще там, когда два года назад, полтора, это тоже очень хорошая тема, она имеет потенциал к развитию. Я впервые, когда я нахожу ситуацию, когда эксперты, которые традиционно ругают на самом деле электронное правительство, единодушно его поддерживают, а вот, скажем, люди из власти, ну вот, в начале ноября господин Медведев, премьер-министр страны, которому вроде как нужно было говорить о том, что все хорошо, выразил недовольство низкими темпами перехода на электронное межведомственное взаимодействие и вообще развитие электронных услуг. Ну, опять же, мы говорим, это чего? О чем? Мы говорим о росте с нуля, да? То есть, вот год назад никто в это не верил вообще. Сейчас мы говорим о том, что те ростки, которые, как бы, народ смог попробовать на своей, как бы, шкуре, оказались весьма удачными. Это не говорит о том, что все хорошо, это говорит о том, что наконец-то, наконец-то, те предложения, которые правительство и Минкомсвязи озвучивают, в них можно поверить и, как бы, в этом как-то принимать участие. Мы все помним, как год назад по инициативе Никифорова были привлечены и советники министра связи, да, там, Дмитрий Сатин, другие люди, которые, видимо, внутри собралась такая команда, которая смогла за год доказать, что они что-то могут. Как это можно не привести? Хорошо. Сейчас о том, как Почта России становится как будто бы IT-разработчиком. Минкомсвязи приняло решение передать Почте России полномочия по созданию информационной системы ЖКХ, которая сможет информировать граждан о качестве и стоимости предоставляемых услуг. На портале будут отображаться все документы, которые формируются управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Сообщается, что работу над платформой Почта России будет вести за собственный счет. Конечно, у многих тут же возник вопрос, почему Почта России? Однако, если внимательно считаться в пресс-релизе, вроде бы логичный ответ можно обнаружить. Цитирую, в долгосрочной перспективе внедрение системы позволит Почте России отказаться от рассылки бумажных квитанций и тем самым сградить свои расходы. Как вы могли бы прокомментировать это событие, Денис? Мне кажется, история, когда почтовые и прочие посылки приходят из-за рубежа и чувствуется разница движения там и движения здесь. И во многом это связано с отсутствием хорошей IT-инфраструктуры, пускай на госуслугах откатают все технологии, которые можно потом в коммерческой области применить эффективно. В принципе, любую IT-структуру, которую можно развертывать в компании, если с господдержкой делать, это существенно проще и быстрее будет. Василий, я тоже думал, что будет такой троллинг жесткий сегодня Почта России и собирался как бы отстаивать. Оказывается, троллинга-то и нет. Давайте возьмем себя в руки, наконец. И будем троллить. Нет, не буду. Вот сегодня у нас такой будет исключительный день. Значит, я бы это новое все-таки разбил на несколько. Во-первых, как бы только-только свежа к началу ноября объявлено создание нового министерства с ЖКХ. И в этой новости вот это даже более важная новость, чем как бы следствие. Значит, Минрегион развития не справилась как бы с подъемом ЖКХ, там не справилась еще с чем-то. И вот сейчас пытаются перезапустить эту тему, создав новое министерство. В этом смысле трудно представить, что именно этому же министерству сразу же будет адресована как бы задача построить свою инфраструктуру на чем-то, на пустом месте, в пустыне, конечно же нет. И в этом смысле Минконсвязи выступить с такой инициативой является как бы внутренним министерским генподрядчиком, что достаточно логично. Мало того, собственно, проектный офис по данной теме собирается организовывать само министерство, а вовсе не Почта России. Мало того, мы знаем, что есть такой НИИ Восход, который занимается госинформационными системами. Мы знаем, что у самой почты есть НИПС, научно-исследовательский институт, почтовые службы, которые призваны, понятно, может быть, их надо, так сказать, тоже перезапустить внутри, но по крайней мере инфраструктурной есть структуры, которые могут эту тему на себя взять. Поэтому в этом смысле Почта является всего лишь, я бы не сказал разработчиком, а скорее оператором. То есть разработчиком будет там НИИ Восход или НИПС или еще кто-то, а Почта является очень логичным оператором, поскольку в ее стратегии, которая, кстати, сегодня обсуждается в правительстве, сегодня обсуждается, я так понимаю, повторно, новой стратегии Почты России, она еще не принята, и ключевым элементом ее стратегии является в том числе, если и не создание банка, то как минимум получение лицензии на банковские услуги, как минимум. Но скорее создание банка. Создание банка не прошло, как предложение, насколько я понимаю, сегодня будет обсуждаться более такой компромисс. Не уходи далеко от темы. Поэтому это достаточно логично, как бы это ни странно показалось на первый взгляд. В некоторых регионах, это уже некоторые факты дополнительно, уже действуют электронные системы ЖКХ, как сообщается, они будут интегрированы в общую единую систему, и планируется в сжатые сроки создать такую информационную систему ЖКХ. Уже в апреле следующего года предполагается, что система будет в тестовом режиме запущена на нескольких субъектах Федерации в стране, и полный переход на работу с данной системой будет осуществлен в 2015 году. Иными словами, вот таким образом получается Минкомсвязи Почта России как исполнитель, хотя до сих пор мне кажется, это несколько странным, однако, влияют на одну из самых болезненных областей для российских граждан, то есть на вот этот вопрос жизни и сопутствующих коммунальных услуг, я бы так сказал. Есть что добавить? Нет, Дениса? Просто... Я добавлю. Значит, я бы так сказал, во-первых, за счет государства, вот эта тема... Значит, две очень странных детали во всех этих сообщениях. Первый, 2015 год. Ну, конечно, это нереально. Это мы опять загоняем себя в угол. Невозможно к 2015 году запустить тотально по всей стране эти вещи. Эксперты по этому пункту уже высказались, что совершенно реально построить пилотные проекты в ряде регионов, обкатать их, набить шишки, но ставить задачу к 2015 году перевести всю страну на единую систему. Не надо ставить такую задачу, мы будем заложниками неправильной постановки. Первое. Второе. За чей счет это делается? Значит, к сожалению, то, что Денис говорил за счет государства, нет. Значит, там гораздо более сложная схема обсуждается, и сейчас тезис такой, что почта это делает за счет своих средств, за счет потенциальной будущей экономии при переходе от рассылки бумажной корреспонденции к представлению электронных услуг. Мне кажется, очень спорный тезис, то есть мы понимаем, что у новой команды почты действительно есть хорошие планы по коммерциализации, но вот конкретно этот тезис не выглядит убедительным. Бывший замминистра связи Илья Масух саркастически назвался о желании Минкомсвязи передать электронную систему ЖКХ почте России. И в своем Facebook-аккаунте он высказал целый ряд вопросов, которые действительно рождаются. Ну, в духе того, какую еще систему вы бы предложили передать почте России так, чтобы улучшить жизнь россиян и улучшить условия ведения бизнеса. Ну, и в таком духе. Хочу показаться еще коротко одного момента, связанного с обсуждаемой нами темой. На минувшей неделе Минкомсвязи представила стратегию развития на 2014-2020 годы. В качестве основных проблем отрасли и высоких технологий в документе указаны. Список неполный, я просто некоторые перечислю. Дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов. Недостаточно высокая популярность профессии отрасли информационных технологий. Недостаточно спрос на информационные технологии со стороны государства. Недостаточный уровень координации действий органов государственной власти, институтов развития по вопросам развития высоких технологий и другие. Вот эти приоритеты и эти проблемы, Денис, ты считаешь реально актуальны на сегодня для страны? Я не знаю, мне как-то странно слышать, что невостребованные IT-специалисты, я посмотрел бы средний уровень заработной платы в этом сегменте и сравнить с другими, не только в Москве. Довольно спорно в общем это. Да, поэтому мне кажется востребованные, но действительно их не хватает в нужном количестве. Совсем коротко, Василий, у нас осталось буквально несколько секунд. Твое мнение, Минкомсвязи сейчас выступает как некий модернизирующий, некий такой вот драйвер развития инноваций, каким должен быть по идее, учитывая то, как развиваются технологии, или все-таки консервативность превалирует, как обычно бывает? Мнение, конечно же, выступает. Вопрос в том, что за этим драйвером должно следовать какая-то реализация. Думаю, что с драйвером все в порядке, с реализацией, думаю, еще не совсем. Сейчас недолго приглянемся и вернемся к вам для того, чтобы поговорить о новых амбициях крупнейшей социальной сети мира, о том, как это может коснуться нас с вами буквально. Программа Рунет сегодня, совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн образования Нотология, ведущий программы генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет сегодня на Финам.ФМ Между тем, мы продолжаем обозревать ушедшую неделю с точки зрения виртуальных событий или, так скажем, событий в виртуальном пространстве, имеющих прямое влияние на нашу реальную жизнь. Программа Рунет сегодня от 18 ноября 2014 года. Если слушаете нас в прямом эфире, поздравляю вас, вы находитесь на 99.6 в ФМ-диапазоне либо онлайн на финам.ФМ. Если же вы слушаете нас не в понедельник в 11.00, следовательно, вы подписаны на подкаст либо смотрите нас на Ютьюбе, где также появляется запись видео с этой программой, что также верно, поскольку такое удаленное прослушивание и ваша подписка на подкаст позволяет вам не пропускать ни одного эпизода программы, что я всячески рекомендую делать. Следствие, будете находиться все время в курсе главных, острейших событий, так сказать, на острие. В студии Максим Спиридонов и эксперты этого выпуска Василий Черный, гендиректор проекта Million Agents и Денис Кучумов, руководитель рекламной системы AdveAction. Коллеги, надо признать, что общение короткими текстовыми сообщениями в последние годы становится все более широко распространенным. Это факт. Давайте для того, чтобы нарисовать контекст для следующей новости, вспомним все основные способы такого общения, прямо вот начиная с СМС. Какие сейчас площадки этого текстового общения глобальные существуют, Денис? То, что тебе приходит в голову первое. Какие продукты? Подскажу, WhatsApp, Viber. Не, WhatsApp это действительно так, получилась интересная история. Просто, я не в плане перечисления, в плане того, что я не столь продвинутый в этих мессенджерах человек. И на Западе, приехав во Францию, мне показали, что это действительно удобная вещь, особенно для тех людей, кто не продвинутый, которым не нужны ни социальные сети, ни все прочее. Можно удобно собрать круг знакомых общаться и чувствовать себя очень комфортно. Тот же WhatsApp, насколько я знаю, в Испании занимает 90% вот этого вот пространства общения короткими текстами сообщения. То есть, Испания не самая продвинутая страна в смысле интернета, однако, смс нам практически полностью выставлен за дверь, как говорят, опять-таки, я, правда, сам не проверял, но вот как говорят, именно WhatsApp, мессенджером, который позволяет обмениваться текстами сообщениями, в безлимите, так сказать, что дешево в сравнении с SMS получается и действительно формируют некие группы. Что еще вспоминается из таких вот мессенджеров? Ну, мы уже вспоминали сегодня Snapchat. Snapchat, да. Это обязательно. Правда, для России это пока что нет, потому что буквально единицы, по-моему, знают об этом проекте, за который только что Google хотел выложить 4 миллиарда долларов. Это правда. Line. Да, китайский проект, который тоже до России пока не дошел, но глобально... Не китайский, японский. Японский? Японский, южнокорейский это еще один феномен, обсуждение без которого как бы совершенно как бы нелогично. Кстати, в Испании он тоже присутствует. Собственно, это Азия, Япония, Южная Корея, Латинская Америка. А вот, другое дело, что Line это никакой не стартап. Это продукт, по-моему, называется Never, японская компания. Собственно говоря, поисковик крутейший национальный японский, это их же. И вот, если, например, проводить, вот, следующий вопрос у нас, параллельно с Яндексом, да, то можно действовать одним образом, можно действовать другим. Значит, мне кажется, что, мы уже высказываемся по поводу, да? Не, мы еще не высказываемся. Мы вспомним, все вспомнили. Значит, WhatsApp, Viber, SMS, который был упомянут в начале, значит, Snapchat, Line, это именно глобальные мессенджеры. Не, ну, Hangout. Hangout от Google, ну, Skype, по-конце-концов, можно вспомнить ICQ, давайте уже вспомним email-агент, давайте вспомним то, что и email тоже можно использовать для коротких текстовых сообщений, учитывая то, что смартфоны сейчас практически повсеместно распространяются. iMessage? iMessage от Apple. В общем, и тема может быть продолжена. Мы к тому, что, в общем-то, вроде облако таких проектов, оно не маленькое. И сейчас о ходе конем, который совершил Facebook вот именно в этом мобильном пространстве. Социальная сеть Facebook обновила собственный мессенджер для смартфонов на базе Android и iOS. Теперь функционал приложения позволяет обмениваться сообщениями с людьми, которые не входят в круг друзей пользователя в социальной сети, идентифицируя их по номеру телефона. Кроме того, существенно изменился дизайн Facebook мессенджера, приблизившись к стандартам операционных систем Windows 8 и iOS 7. Да, забавно очень, кстати, я в одних пресс-флизиях видел то, что дизайн сравнивали с Windows 8, а в других с iOS 7. Это, во-первых, рождает мысли и рефлексию на тему того, насколько близки вот эти вот интерфейсные колебания. То есть, и Microsoft начал движение вот направления таких интерфейсов, они называют это Metro, и iOS, Apple, видимо, независимо, тоже двинулся в похожих направлениях. То есть, это просто, видимо, так вот, вселенная так дышит, и таким образом рождаются подобные интерфейсы, независимо друг от друга. Но это, к слову, шума было много, обновления. Что думаете по этому поводу, Василий? Я, конечно, принадлежу к четкой целевой аудитории Facebook, я пользуюсь Facebook, я пользуюсь Facebook-чатом, поэтому, как пользователь, я рад этому обновлению, оно мне нравится. Мне вообще нравится, что последний год, то есть, сказать, Facebook делает в мобильных приложениях, наконец-то, этим пользуюсь не только потому, что это надо, но и потому, что это становится удобно. И этот мессенджер впервые, как мне кажется, получил небольшой вау-эффект, им хочется пользоваться, вот, но, и там я много чего могу продавать. Такое ощущение, что просто допинали они его. Допинали, да. Из версии, версии допинали до чего-то такого более-менее внятного. Ход конем, ну вот я бы не сказал, что такое конем, это очень хороший ход, очень правильный, но на расклад сил на рынке быстро, быстро расширить рынки мессенджеров, мобильных, мне кажется, это серьезно не повлияет. Повлияет точно вопрос, насколько, то есть умрут ли ставшие фактически дубликатами Facebook мессенджера, ну или так, Facebook мессенджер стал дубликатом нескольких проектов, вот они как бы, как будут себя чувствовать? Названные WhatsApp и Viber, например, те же самые. Ну вот я бы и сказал, я бы сказал, что тот вау-эффект, который есть упомянутых нами выше мессенджеров, лидеров, да, у Facebook его нет. То есть Facebook уже это не про молодежь, то есть мы все знаем эту историю двухнедельной давности, когда вот эта фраза как бы была к тому, что Facebook потерял 12 миллиардов, да, и собственно, да, 12 миллиардов, то есть когда кто-то из финансистов Facebook, да, на встрече с инвесторами обронил фразу, что да, молодежь немножко как бы отходит от Facebook, 12 миллиардов, стоили эти слова. Значит, и в этом смысле не покупка Snapchat, о которой непонятно, как они встроят свою стратегию, ни обновление мессенджера не поможет им заинтересовать молодежную аудиторию, к сожалению. Вот как? Да, с моей точки зрения, да, то есть как бы это логичное развитие при как бы работе со своей аудиторией, которая уже сложилась, она уже стала не такой молодой, уже возрастной, уже состоявшейся, молодежь играет в другие игры. Денис, твои впечатления от мессенджеров Facebook, ну и потом дальше поговорим вообще о молодежи и ее мессенджерах. Ну на самом деле я не пользуюсь мессенджером Facebook, я в какой-то момент себе поймал на том, что я слишком фейсбукозависимый становлюсь, и меня эти вещи пугают, вот, я поэтому как-то дистанцировался, подрос, дистанцировался, но при этом я на самом деле не согласен, что другие продукты невозможно устраивать в стратегию, если понять, на чем, собственно, снэпчат двигался и на чем возник Facebook, движущая сила одна и та же была, поэтому в общий механизм... А что ты понимаешь сейчас как движущая сила вот в этом случае? Ну, в движ... Желание коммуникации, наверное. Ну, желание коммуникации определенного рода с определенными лицами, то есть, если бы все смотрели фильм в социальной сети, почему возник, собственно, Facebook, как одна из легенд, то есть, та же самая движущая сила в снэпчате сидит, и никуда она не денется, если молодежную аудиторию мы хотим подтянуть... Ты имеешь в виду гендерное отношение? Да. То, что красиво это называется? Да. То очень удобный инструмент, и очень хорошо можно подтянуть эту аудиторию, закоммуницировать, и я думаю, что ничего плохого в их интеграции друг с другом не будет, в принципе. Очень рекомендую установить себе Line, если не устанавливал, и снэпчат, и посмотреть. Это вообще ни разу не Facebook. Совершенно своя история. Line, это, конечно, популярность у молодежи японского аниме, встроенная в коммуникацию, переосмысление, SMS. Line, это вообще уже своя экосистема, в которой есть игры, все что угодно. Очень мощно растет, именно на эмоциональном факторе. Я бы хотел поговорить отдельно вообще о том, как чувствуют, развиваются мессенджеры, однако несколько цифр, которые хочется вросить еще в нашу дискуссию, касающиеся буквально Facebook, ну и его ближайший конкурент. Значит, Facebook сейчас, по его собственным данным, более миллиарда пользователей. Потенциально они во многом способны использовать мессенджер, и многие из них действительно так и делают. Не все, правда, но многие. И действительно, вот ход, который сейчас они совершили, то есть возможность использования этого мессенджера, в том числе и теми, кто не имеет аккаунта в Facebook, это некий такой мостик для этих людей по тому, чтобы войти в Facebook, с одной стороны, и с другой стороны для того, чтобы найти новые контакты. Нет? Если я не ошибаюсь, это не совсем точная фраза с твоей стороны. То есть, если я в своей телефонной книге вижу человека, с которым хочу прокоммуницировать с помощью мессенджера, значит, пытаюсь... Я понял тебя, да, ты прав. Действительно, он должен иметь аккаунт в Facebook. Он должен иметь аккаунт в Facebook. Он может не быть моим френдом. Твоим другом может быть. Другое дело, что если он не имеет аккаунт в Facebook, мне тут же дается возможность пригласить его. Возможно, будет некий рост аудиторный в связи с этим. Но вот эта завязка на наличие аккаунта все-таки присутствует. А мы все знаем, что тот же WhatsApp вырос именно на простейшей регистрации, такой смазанной. Возвращаясь к цифраму. Василий, возвращаясь к цифраму. Значит, WhatsApp активно использует более 300 миллионов человек в месяц. Кроме того, они заявили о том, что теперь будут ежегодно взимать один доллар с пользователя как абонентскую плату, что, в общем, создаст некий неплохой оборот даже на старте. Возможно, даже выведет их автоматически в плюс. Значит, кроме того, надо добавить, вот если вбросить факт в дополнительную нашу дискуссию, что Facebook, он давно пытается пропихнуться в мобильное пространство не мытьем, так катанием. И надо признать, что почему-то может быть, стареет Марк Цукерберг. Кстати, он уже не относится к молодежи, хотя и вроде как ему лет, прости господи, 28-29. Однако, ни Facebook Home для Android, такая оболочка, фактически надоперационная система, ни иные попытки, они не стали какими-то прорывами. И даже само базовое приложение Facebook для Android и iOS-устройств, оно не вызывает восторга, оно, в общем, просто есть. И им можно пользоваться, однако, каких-то таких вот прорывов оно не совершило, безусловно. Ну, вот о чем хочется коротко поговорить. Facebook действительно последовательно в своем мессенджере пытается ухватить все тенденции, существующие в новых проектах и их интегрировать. А главная тенденция здесь, пожалуй, это не текстовое общение, а общение образами, общение фотографиями, общение картинками, как это делает Лайн. Это тоже активно пытается интегрировать Facebook в своем мессенджере. Насколько далеко, если обобщать тему, уйдет это общение с вашей точки зрения в целом, в пространстве. То есть, будем ли мы общаться картинками через какое-то время исключительно, почти что только картинками, или все-таки текст будет доминировать в нашей коммуникации? Твое мнение, Василий? Коротко опять-таки. Коротко. Но я бы, опять же, если конкретно про Россию на Западе, я точно не знаю, все-таки аудитория Facebook, это скорее деловая аудитория, да? И для нее общение картинками не столь актуально. Поэтому я и разделяю как бы эти направления. Но поэтому это направление мессенджера с помощью Facebook не будет бурно развиваться, поскольку, вот как сказал Денис, мы уже все-таки все работы думаем о делах, а не только об общении, да? А вот для молодежи там совершенно другая история. Там будут картинки, и расти это будет очень бурно. Тово мнение, Денис? Да, я согласен здесь, что роль LinkedIn, наверное, в России выполнил Facebook, и для многих удобнее коммунициировать через Facebook, и, собственно, вся IT-тусовка Рунета широко представлена. В Facebook даже ушли с многих других проектов, потому что мониторить не только профессиональную деятельность, но и личные какие-то интересы стало удобнее и проще именно в Facebook. Хорошо, на этом закроем разговоры в Facebook, и после выпуска поговорим о Яндекс.Картах. Программа Рунет сегодня совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология ведущий программы генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет сегодня на Финам.ФМ Еще одна тема осталась нам для обсуждения в программе Рунет сегодня от 18 ноября 2014 года. Тема, касающаяся близкой к нам компании, об этом пока не буду говорить, пускай будет легкая интрига, хотя, в общем, текст, слух, план, анонс уже знают, о чем подет речь. Однако, до того, техническая информация. Меня зовут Максим Спиридонов, я гендиректор Центра Лайн-образования Нотология и ведущие программы. Эксперты выпуска Денис Кучумов, руководитель рекламной системы Эдв Экшн и Василий Черный, генеральный директор проекта Million Agents. Значит, как к предыдущей новости, прежде чем начать обсуждение, я предлагаю вспомнить всех конкурентов, героя нашего следующего разговора, основных конкурентов, так скажем. Как знают мои коллеги в студии, разговор пойдет об электронных картах и давайте перечислим всех главных игроков этого рынка на международном уровне. Денис. Ну, я только одного серьезного игрока знаю Google Maps и более того, если посмотреть, как он представлен в России, вот тут достаточно забавные вещи, что двигаясь по пробкам Яндекса, я сегодня умудрился в три пробки. Встать не по продвинутому Google Maps, а дальше объехал эти пробки достаточно быстро. Надо сказать, ты второй человек за короткое время, которого я слышал, что Google Maps дает лучшую информацию по пробкам, в общем, Яндекс, это странно. Василий, кто еще? Кто еще? Да, я это тоже готов прокомментировать, кто еще? Ну, Bing, конечно. Да. В мире он очень сильно представлен, сильно движется. Ну, если говорить про Россию, то, в общем, на этом поле пытается играть 2GIS. 2GIS или дубль GIS, они по-разному себя называют? Да, да, да. Дубль GIS. Ну, и карты Apple, я бы добавил, которые все-таки они пытаются делать самостоятельно на сегодня, как глобального игрока? Безусловно, но на самом деле не надо забывать, например, что там тому же Яндексу с картами зарубежным помогает Naftech, да, то есть игроки, которые сформировались как бы в эпоху бурного роста навигации, да, навигаторов, там тоже есть, так сказать, о ком вспомнить. И которые сейчас, так и говоря, ищут свое будущее, потому что навигаторы в чистом виде могут, в общем, потихонечку умереть. Да. И это тоже правда. Хорошо, давайте, собственно, нарисовали контексты, и поговорим о премьере от Яндекса. Корпорация Яндекс полностью обновила дизайн и существенно расширила функционал сервиса Яндекс.Карты. Инструмент был переведен на единую платформу, которая позволяет поддерживать и обновлять любые объемы данных. Кроме того, на международных картах Яндекса теперь можно прокладывать автомобильные маршруты. В пресс-элизе Яндекс пишет о работе длиною в полтора года и новых возможностях, которые теперь получили карты. Как ваши впечатления? Можно назвать это революцией, Денис? Ну, я, честно говоря, революции не заметил. Возможно, я не столь продвинутый пользователь. Более того, мне достаточно странно ценить Яндекс.Карты за пределами России, потому что я не видел такого массового тренда, что наши путешественники, активно выезжая за рубеж, пользуются Яндекс.Картами там. Это, прежде всего, связано с тем, что даже в России, пользуясь этим инструментом, они постоянно наталкиваются на какие-то проблемные моменты. Но какие-то моменты, связанные с информированием пользователей, действительно, Яндекс реализован хорошо при поддержке, собственно, того сообщества, которое внутри образовалось на народных картах. Ну, то есть, то, что ты говоришь, буквально можно иначе выразить. Яндекс отстает от Гугла в качестве карт. Если бы не оперативная информация от пользователей, то вообще был бы уже сильно позади. Ну, я думаю, что да. Василий, а твое мнение? Сложный действительно вопрос. Значит, конечно же, я считаю, что на территории России как бы у Яндекса с картами все хорошо. Вот мы, кстати, в своем проекте карты используем. И пока мы не вышли за пределы, как бы, России, там, например, не стали работать по некоторым проектам с Арменией, у нас не было необходимости встраивать карты от Гугла. Поэтому в России... Ну, я патриотично пользуюсь сразу Яндекс браузером, что вообще удивительно для меня. Я год назад бы не мог в это поверить. Я, естественно, пользуюсь Яндекс картами. Там многие пользуются Яндекс такси. Вот. В этом смысле, может быть, элемент патриотизма тоже есть, конечно. Вот. Значит, по этой территории России нет. Я считаю, что в Яндексе все очень неплохо, а вот вопрос, можно ли, так сказать, прожевать этот огромный кусок и что-то состоит реальную конкуренцию на Западе лидерам, ну, вызывает большой вопрос. Мало того, если мы попытаемся что-то посмотреть по стратегии развития Яндекса в открытом доступе то, что лежит, там вы скорее найдете как бы заявление, что мы никогда не будем идти в англоязычные страны, мы будем работать на рынке неанглоязычных стран. Ну, и там еще несколько у них есть таких посылов. В этом смысле не до конца... То есть, понятно, что Яндекс расти дальше без мощных карт не может, поскольку все равно идет переход от поисковой коммуникации к структурированной. Если мы говорим про мобилизацию, то там вообще роль поиска под большим вопросом она сужается, и основные задачи выполняет там набор повседневных приложений, да, и без гео-сервисов Яндексу не выжить. Но я бы тут сказал, что его вполне должно устроить роль второго, третьего, четвертого игрока, потому что на роль первую, так сказать, денег просто не хватит, ни ресурсов. А вот быть вторым, третьим, четвертым и подхватить некоторых отток аудитории, которые в любом случае будут, поскольку там Google экстенсивно расширяется, в какой-то момент что-то упустит, в какую-то яму провалится, вот там держаться, поэтому как бы оптимизация расходов это направление надо пушить, но не слишком увлекаясь, иначе денег уйдет. Иными словами, карты для Яндекса становятся одной из важнейших частей скелета компании, на котором будет строиться вообще все будущее ее. То, как это есть сейчас, только это будет, можем обсудить с Андреем Стрелковым, это руководитель направления геоинформационных сервисов Яндекса. Андрей, слышите нас? Да, слышу, добрый день. Приветствую. Как можете прокомментировать релиз, говорится о том, что много работы было вложено, что было сделано, если так коротко, на таком простом уровне нас слушают люди, в том числе, неподготовленные, и в каком направлении предполагается развивать карты дальше? Наше обновление в основном связано с сменой платформы, которая работает с киоданами внутри. И одно из главных проявлений, которое видно для пользователей конечных, это появление новых подробных мировых карт. которые теперь будут обновляться ежеквартально. И это некоторое новое слово в нашем уровне сервиса. Мы потихонечку стираем границы, которые ранее мешали нам расширять технологические решения, политические продукты. И в этом, собственно, инновация. Что касается направления развития, они, в общем, остаются теми же, что и были. Мы продолжаем стремиться решать геозадачи пользователей, в первую очередь, в наших ключевых рынках. Сейчас с запуском мировых карт подробных от компании «Наптек», мы, собственно, начинаем претендовать на обслуживание интересных запросов русскоязычных туристов, которые связаны с планированием маршрутов, подготовкой поездок и разнообразными отсылками к будущему проведению времени с границей. И, кроме всего прочего, мы делаем локальные сервисы для внешних рынков. В частности, можно упомянуть, например, месяц назад мы громко достаточно запустили навигатор, Яндекс.Навигатор в Турции. Очень тепло встречено было аудитории. Я могу ошибаться, но, по-моему, это первый бесплатный навигатор для конечных пользователей, который появился на турецком рынке. Это если коротко о наших направлениях развития. Насколько далеко простираются амбиции Яндекс.Карт? Предполагается ли, игроками везде на мировом уровне? Я думаю, что для того, чтобы правильно ощущать себя в мире, нужно ставить такие цели. Они очень сложны и могут обескураживать по первости, но, честное слово, нет никаких шансов победить, если ты не ставишь свою задачу победить. Мы, безусловно, имеем претензии на то, чтобы быть мирового уровня игроком и сделать так, чтобы наши сервисы были бы конкурентны и не было бы дополнительного повода искать альтернативу для тех, кто привык к Яндекс.Картам на своих родных территориях, на своих родных городах. При всем при этом мы, в общем, хорошо понимаем, что игра на мировом уровне очень затратна по деньгам, силам, времени, и мы выбираем акценты, которые действительно соответствуют стратегии развития компании, те рынки, которые для нас являются ключевыми, именно на них мы концентрируемся и стараемся переносить в них новые продукты. И чем дальше будут растираться интересы компании в целом, тем более широко будут представлены геосервисы. Понятно. Спасибо большое. Это был комментарий Андрея Стрелкова, руководителя направления геоинформационных сервисов Яндекса. Ну, понятно, да? То есть, в общем, то, что сказал Андрей, подтвердило наше предположение. Яндекс, конечно, будет смотреть в сторону того, чтобы глобализироваться масштабно, не просто, как пока что произошло так на уровне, я бы сказал, скорее, некого формального закрепления желаний, а широко и развернуто. Мы спросили в Твиттере, вот мы в этой программе мало касались Твиттера, к сожалению, не хватало времени, но сейчас хочу коротко упомянуть, имеют ли шансы карты Яндекса полноценно курировать на глобальном уровне с картами Google, Bing, Apple? И ответы примерно такие. Да, если будут доступны маршруты и панорамы, значит, или еще такое, да, в случае развития языковых версий, точной картографии, панорам и прогнозирование пробок не только RF плюс дистрибьюции. Вот, еще такой шутливый ответ, особенно с Apple могут инкурировать, потому что, как известно, Apple пока что с картами дружит отчасти, скажем так, говорят, я сам не являюсь пользователем, но жалоб я знаю очень много на этот счет. Насколько я понимаю, что Apple договорился с Яндексом и на территории России собственно использует уже карты Яндекса. Было время такое, вроде сейчас уже не используют. И второй момент, действительно правильно упомянули в Твиттере ребята про голосовое управление. Собственно, это ключевой момент, ключевая технология, которая Google продвинулся очень далеко, и чего не имеет Яндекс. А в разговоре про мобилизацию, про карты, про навигацию, это очень важный момент. Совсем коротко, Денис, есть что сказать? На 5-10 секунд, как резюме к этому всему, в общем, смотрим и надеемся, да, что называется. Верим в Яндекс, поскольку по меньшей мере это патриотично. Людям, не, ну конечно. Ну и, собственно говоря, перспективно надеюсь. На этом все. Меня зовут Максим Спиридонов. Это была программа Рунет сегодня. Слушайте наш дайджест главного события онлайна каждый понедельник. На этом прощаюсь с вами. Благодарю своих экспертов. Всего доброго. И пока. Спасибо.